Дэйн, что ты скажешь о снайперах противника? Смотрите, это тоже разный временский период. 14-й год и потом. 14-й год, с начала там не было что-то особенное с снайперов. Там, в главном, были носители СВД, которые читали себя снайперами и достаточно быстро гибли. После Дебальцева, нет, после Иловайска, на передовую начали заходить достаточно более подготовленные снайперы, но их тоже гибло. Многовато, потому что что мы делали? Я не могу достать все с вами делом, но я могу дать координаты и наметать, и они это решали. А их там подготовили так, что вы сами лучи пришли и вы все убиете там. И они так и ушли, и то так и гибли. Но после Дебальцева все стало намного серьезнее. От тогда начали намного серьезнее делать подготовку снайперов, но не простых военных. С простым военем там из ВСУшниками, они реально гибли там много. Я помню один день их снайпер убил моего товарища. Просто парень рубил дерево и он его убил. Я зашел на этот регион, попросил Захаченко разрешить, чтобы Греймфеллинг пошел со мной, чтобы украинцам показали, если так будете делать, вам будет хуже. Я не буду говорить, сколько на этом направлении за этот день убили их снайперов. Но после этого их очень долго не было на этом направлении. Именно снайперов? Именно снайперов. Снайперов и полимерчиков. Но подготовка была не такая. Вот сами серьезные сражения со снайперами, я вас сейчас обману, мне кажется, это была осень 17-го года. На Авдеевку прибили, мне кажется, СБУшные снайперы были. И это были СБУшные снайперы? Это точно СБУшные, по-моему, и получали информацию, конечно, с этой стороны. Я просто, когда служил в СБУ, я знал многих снайперов из Альфы СБУшной. Я знаю, что очень сильно пошла подготовка снайперских подразделений в силах специальных операций в ССУ. И готовили их британцы, прибалтийцы почему-то. А, это Черников? Нет, это Бердичев. Бердичев учебный центр ССУ. Почему ты при Балте готовили литовцы снайперов? Вы знаете, мы забрали живым одного снайпера, который там подготовливался. Вот мне была нужна винтовка, потому что он постарался живым забрать. Он рассказывал, что там происходит. Ну, он там много чего рассказал. Это было в пересмерти за Харченка примерено. Это была большая карона на голове, мы такие крутые, а вы просто такие, знаешь, деревенские. Мы вас забудем тут. А литовцы прямо к ним относились. Потому что подготовить снайперов это очень сложно, очень трудно. Нужно много времени. И нужно подходить как к человеку, не как к бойцу, как к убийце, не знаю, как к человеку. А какая у него винтовка была? У него была, как называется, Штаннлихер. Майнлихер? Майнлихер, да, Майнлихер. Ну, проблем был там с калибром. 338? 338, да. Говорят, одна из лучших в мире снайперских. Ну, нет, я могу поспорить. Вот финская Сако Терге, она лучшая. Сако Терге 308? Есть 308. Грубо говоря, 7,62, да? Вот Сако Терге 22 это 7,62, а 42 это 338, мой калибр, Росан 65, там сколько. Но финская лучше. А вот ты на калибрных-то работал? Да, работал. На Барретт или Выхлоп наш? Нет, с Барреттом не работал. Работал и с Лобаевым. Вот на киевском направлении мы получили, Лобаеве. Раньше я работал с Акордом. А Орсис? Орсис, вот у меня первый Орсис я купил от Украина. Это была вариант 338 калибра охотническая винтовка. Ну и, кстати, Орсис и Лобаев, это же новые российские винтовки. Что ты о них скажешь? Вот, смотри, просто Лобаев был 438 калибра. Я ее попробовал на полигону, бою не получилось, потому что там достаточно близкий бой был. Вот винтовка за ничего нам не служила. Ну и как твое мнение об Орсисе? Орсис, очень хорошая винтовка. Вот 338 калибра очень хорошая. Одиннадцатый пришел стрелять на дальней дистанции, а на самом деле, в главном, пользовали с СИО на не так большим дистанциям. И там, вот, могу работать, например, с САКО на этим дистанциям. Там 700-800 метра, это вообще рядом за такие винтовки. Но иногда есть причина, почему нужно работать с большим калибром. Не будем о всем этом говорить, но есть причина, зачем это нужно. Потом ходили на полигон, попробовали прям на реально большим дистанциям. Мне винтовка очень понравилась. Вот точно. Если когда-то у меня будет возможность здесь держать оружие, вот я буду, наверное, в Орсис ТП-1000 себе брать. Практический вопрос. Самый дальний твой выстрел? Ну, самый дальний выстрел, это немножко сложновато. Надо мной ржали, когда я рассказывал, что на Донецком аэропорту с 1350 метров уничтожили два минометных расчета. Это было 12 человека. 1350 метров? 1350. Да. Но дело в том, что, первое, я был на большой высоте, они мне были как на ладони, они прятались. Их нереально было вообще никак поймать так. Зачем они вышли, там непонятно. Но дело в том, что это не было 12 выстрелов. Это было 5 магазинов. Это 50 патронов. Это, мне кажется, каждый дурак, которому дать винтовку с этой позиции, ну, там предцел 24 крата был. Вот, и он будет коррегу в огонь, поэтому как попадает. Там, мне кажется, ни один выстрел не был предцелный. Но все равно они попадали. Люди кучкуются и тут нереально промахнутся. Мне кажется, это из пулемета, если бы стрелили, точно бы так попало. Или из АГС. Ну, да. Но все равно это выстрелы были из винтовки. Но это не снайперские выстрелы. Это просто вот стреляешь, видишь, другое. Хорошо. А если снайперский вот такой один выстрел, 1600 метров. 1600 метров? Два выстрела, два попадания. Это на Донбассе или где-то? Это на Донбассе, да. Авдеевская промзона была в 2017 году. 1600 метров. 1600. И был там один такой, мы сидели на, тогда еще была трехэтажка, и он сейчас нету. Ну, у них был большой окоп с правой стороны, немножко выше. Там, мне кажется, девятка называлася этот дом и окоп с правой стороны. И оттуда, как он выходил, там он рал на нас из пулемета, стрелял. Вот мы сидим и смотрим, что делать с ним. Вот напарник говорит, ну, плечо попадешь, достаточно далеко, но попробуем. Потом получилось, что они сами, украинцы, с ним, но мы сделали выстрел, я сделал выстрел и не понимал, попал, не попал, фиг знает, знает. И потом увидели вот точно это, они сняли это все, что было, вот и плечи попали. Так что винтовка очень хорошая. Это ты из Орси сострелял? Из Орси сострелял, да. Скажи, своих противников, снайперов, которые из той страны, вот профессиональные, ты знаешь? Ну, знаете, как я с многими переписывался. По позывным, по... Я с многими переписывался, вот, с многими очень долго. У меня эти переписки есть. Ну, некоторые постарались удалить их сами там, но я скрин не делал постоянно. Ну, некие приглашали на дуэли, ну, неких, неких достаточно приглашали. Даже так? Да, да. Ну, переписки длилилися, пока они были живы. Откуда эти снайперы были? Ну, я не знаю откуда. Одного знаю точно, что были из Мариуполя, он себя называл Мариупольский бог. Бог? Бог, да, он. Бог. Бог. Он себя называл так. И вместо того, чтобы он пришел где-то там, прям, где война идет, он... Дело в том, что тогда достаточно близко были их позиции к городу. Вот, и пристрелить гражданство им это не было проблемой. Вот он этим занимался. Кстати, касаясь Иловайска, как раз когда начинались бои за Иловайск, я был в командировке в Мариуполе, на украинской стороне. И когда первый, вот в начале августа еще 2014 года была первая попытка взять штурмом Иловайск, тогда, кстати, Азов участвовал один раз в Иловайской операции, они откатились. Азов, Донбасс, Днепр, они откатились и сказали, что очень сильный снайперский огонь был со стороны ДНР, у нас там выбило кучу народа и пулеметчиков положили. А знаете, сколько снайперов там работают? Три человека. Три человека. Днепр, два. Вот мы уничтожили две их позиции и сейчас мы ожидали там соберем кучу какого крутоа вооружения. Мы там нашли примерно на два мишка, там, фало имитаторы, там, резиновые, ну, много чего, да. Мы были в шоке, там, Малиш говорит, ну, напарник мой, который был в это время, он говорит, это има в плен попадать нельзя. Женщины-снайперы. Ну, знаете как, у нас на Донбассу было их несколько. С нашей стороны? С нашей стороны, да. Вот реально их там было всего две. Вот это была Боня, она, слава богу, жива и сегодняшний день. Боня, ну, вообще она молодец такой. Надеюсь, она сейчас учит молодых снайперов, потому что люди с таким опытом, им нельзя больше воевать. Другое у нее ранение было серьезное на ноги. Снайпер должен быть здоровым. Вот у меня пять пулевых ранения, контузия, непонятно сколько, и ноги не работали, говорить не могли, выбить и плечи, ну, нет. Вот это человек, это инвалид, это не снайпер больше. Так что, у Боня было тоже достаточно серьезных повреждений. И была еще одна девушка, она из Белоруси. Я не могу точно сказать, их три было из Белоруси, тогда это было 2014-2015 год, но между ними одна была реальна снайпер. Но с украинской стороны, там была группа снайперов в Зайцево. Вот у Зайцево была группа снайперов, там, наверное, ви об этом собитываете, знаете, там был бешен с нашей стороны. Там четыре человека держали постоянную позицию. У третьей бригады они служили, вот им надо было дать 10 звезда героя, они их заслужили, они без ротации, без ничего там стояли. Ну, пришли и забрали им одно парни живим. Ну, мы потом зашли, ну, только потом узнали, что это были Гуровцы, ну, уничтожили группу этих Гуровца, а они обстрелили очень жесткую Гуровку, тогда артиллерию. Ну, за Харченко сказали, что некоторое время там не лезите с Винтовками. Ну, это время прошло, и после этого, я не знаю, откуда Захарченко получал эту информацию, но он получал. Говорит, там в Зайцево есть один объект, называется Блядский дом. Говорит, вот там пришла группа женских снайперов, надо уничтожить. Ну, мы собрались, я и Малиш, пошли, но они тогда сделали очень умную ловушку. Как они раньше работали? Раньше их снайпера с СВД-ом работали где-то с 400-500 метров. Вот за ними стояли там либо с 38-ми, либо с 12-7 снайпера, которые стояли 800-900 до 1000 метров. То есть вот эту первую линию как ловушку выставили, как примамку? Первую линию они как примамки, и в главном, эти ребята гибли достаточно быстро. Но я, если их замечал, не стрелял, просто искал этих, которые подальше. А получилось, что на Зайцево, а там на Зайцево, вот, наша улица, ихнья улица, 60 метра. Вот, окоп от окопа, более 60 метра. И, ну, неожиданно на 200 метра от нас были девушки там. И одна выстрелила так хорошо, что пуля попала буквально мне в тепловизионный предсел. И таз от разделился по лицу, потом и операцию глазах делали. Ну, группу уничтожили. Ну, по такому точному выстрелу хорошо, что там было бы что-то маленького калибра. Ну, предсел сломал, там беда была, ну, не как в фильмах. И, знаете, оно, когда пролетит. Дейен, сколько раз тебя украинская сторона охранила? Ой, много раз. Ну, не знаю точно сколько, но много раз. Тебя с той стороны, я так понимаю, хорошо знают? Ну, знаете как. Наверное, тоже в определенных кругах. А награду за твою голову давали? Да, давали. Если не секрет. Да, я точно не знаю, сколько раз там были большие такие цифры. Ну, знаете как, это давать награду за чью-то голову, сейчас не говорим о моральном аспектах этого, но просто физически как это сделать. Вот, мы даем награду, а вы кто такие? Как будете дать награду? Моя жена, в главном, всегда говорит, вот ты у нас хороший залог, если денег не будет, вот тебе продам. Ну, у жены-то все возможности есть. Конечно, да. А они с начала войны, вот, називали меня каким-то одиозным лидером, я и сегодня не понимаю, что это означает. И говорили много о своем потере от страны меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА